Итак, всем привет! Сегодня расскажу об одной вещи, с которой многие сталкиваются. Один из самых часто задаваемых мне вопросов звучит так. Сделал фотографию в фотошопе, загрузил её в контакт, а цвет совершенно другой. Я думаю, многие с этим сталкивались. Это часто становится для ребят серьёзной проблемой, хотя здесь всё очень легко. Нужно просто убедиться, что у вас везде стоит цветовой профиль sRGB. Сначала начнём с фотошопа. Редактирование, настройка цветов. И здесь нужно убедиться, что стоит sRGB. После этого ещё раз зайдите в редактирование, отдел преобразования в профиль, и убедиться, что здесь тоже стоит sRGB. Это обязательно. После этого, практически во всех известных мне случаях, фотографии, сделанные в фотошопе, открывались точно таким же цветом и в самом браузере. Если вы не пользуетесь какими-то редкими, нестандартными, необычными браузерами. Здесь нужно учитывать ещё один момент, что последние фотошопы, они все идут в тёмном оформлении вокруг фотографии. А когда мы делаем фотографию, вокруг которой большая тёмная рамочка, фотография нам, в принципе, кажется чуть насыщенней, чуть контрастней, чуть выразительней. И после этого, когда мы просидели над фотографией в фотошопе, когда вокруг неё всё было тёмное, мы загружаем её в ВКонтакт, а ВКонтакте при просмотре вокруг фотографии всё светло. И за счёт этого есть лёгкое ощущение, что фотография стала чуть-чуть менее насыщенней, чуть-чуть менее контрастней. Но только чуть-чуть. Если вы видите, что фотография очевидно менее насыщена, очевидно искажены цвета, то 100% проблема в настройке цветового профиля в фотошопе. Ещё один распространённый вопрос звучит так, что делали фотографию в Lightroom, подбирали цвета, экспортировали её в фотошоп, и в фотошопе цвета стали другими. Здесь тоже всё довольно легко. Нужно убедиться, что при экспорте из Lightroom у вас стоят в настройках профили sRGB. Это вот здесь вот. Да, обязательно sRGB. В Lightroom обычно всегда стоит по умолчанию sRGB. В фотошопе же по умолчанию стоит Adobe RGB, и поэтому возникают такие проблемы. Когда вы только что установили Photoshop и Lightroom, у них разные цветовые профили. В фотошопе, если можно так сказать, неправильный профиль. И получается, что вы работаете в Lightroom в одном профиле, а фотошоп показывает цвет совершенно по-другому. Поэтому просто убедиться, что везде стоит sRGB. Ну и раз уж мы оказались в Lightroom, есть ещё один часто задаваемый вопрос, который наводит тоску на многих начинающих фотографов. А звучит он так. Загружаю фотографии в библиотеку Lightroom. Вот сюда вот. Они все очень красивые, но проходят несколько секунд, и они становятся серее, бледнее, менее насыщенные, даже не такие резкие. И то же самое происходит при листании фотографий на не очень сильных компьютерах. Мы перелистываем фотографию, она на секунду нам показывается красивой, а потом становится серой и некрасивой. Ребята переживают, что это какие-то их ошибки, что это какие-то сбои. На самом деле это происходит абсолютно у всех. Просто у тех, у кого более мощный компьютер, этот процесс практически незаметен, происходит очень быстро. Происходит это потому, что снимая в RAW файл, фотоаппарат создавая RAW, в него же вписывают маленький JPEG-файл. И этот JPEG уже с примененными различными автокоррекциями, автоконтрастами, автоулучшениями и прочими штуками. Это делается для того, чтобы вы могли на своем фотоаппарате быстро пролистывать отснятый материал. Потому что если бы этого маленького JPEG-а не было бы, то ваш фотоаппарат при пролистывании отснятого материала каждый раз бы жутко подвисал после каждой фотографии. Потому что ему нужно было бы листать огромные 30-мегабайтные файлы и еще их расшифровывать. И когда мы загружаем фотографию в Lightroom, сначала нам показывается именно этот JPEG, который красивенький, который применен в всякие автонастройки. А после того уже Lightroom своими мозгами пытается как-то расшифровать созданный фотоаппаратом RAW файл. И поэтому происходит эта замена цвета. То есть это довольно грустно, но это происходит у всех. Это абсолютно нормальная работа Lightroom. И еще, что часто бывает, если вы не пользуетесь Lightroom, а работаете с RAW файлами через Photoshop, то обрабатывая их вот здесь, вот при экспорте в Photoshop, у вас тоже происходят проблемы с цветом. Это происходит потому, что вот здесь вот внизу необходимо тоже обязательно выбрать не Adobe RGB, а SRGB. После этого выбора у вас будет абсолютно одинаковый цвет, что вот здесь вот, что уже при открытии изображения вот здесь вот. Цвет не изменится. Надеюсь, было полезно и хоть кому-нибудь это помогло. Подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям. Всем счастливо!